всем привет меня зовут Анна Герна я персональный стилист а вы на моем канале youtube и сегодня мы в необычной локации мы сегодня в гостях в гостях у моей клиентки и пару дней назад мы сделали шоппинг в различных магазинах к сожалению мы не снимали процесс то что мы были очень мы были в азарте так вот сейчас мы покажем что мы купили и соберем несколько классных образов на будущую весну ну что перед вами Татьяна Татьяна мой постоянный клиент что это что очень приятно на здании работаем уже много лет и сколько лет ты за мной следишь уже больше трех лет больше трех лет и пару недель назад мы сходили на шоппинг и собрали гардероб какая была цель Татьяна скажи моя цель была собрать капсулу потому что я очень люблю мало вещей но те вещи которые хорошо комбинируются между собой чтобы утром одеваться мне было легко не заморачиваться и собирать чемодан в поездку было легко и вместе с тем каждый раз выглядеть по-разному это прекрасная цель я думаю каждый из вас есть точно такая же цель для своего гардероба потому что мы все хотим делать все быстро красиво и качественно расскажи немножко о себе чем ты занимаешься давно ли ты живешь в америке в общем где что когда да конечно а в америке я уже очень давно 20 лет здесь я закончила университет я получила бачал артегрии по психологии сейчас я работаю офис менеджером в компании я работаю с людьми и не нужно выглядеть конечно очень хорошо и вместе с тем комфортно и и не вычурно и не вычурно точно вот это слово я именно искала не overdressed как здесь принято говорить и особенно в БРе такой термин который обозначает что ты вроде одет хорошо но слишком разодет для того места в котором находишься но при этом не хочется совсем уж опускаться на такой уровень джинс и футболки как ты мне писала да и хочется что-то более что-нибудь современно какая-то изюминка скромно но со вкусом ну в общем мы поработали и сейчас увидим образы которые у нас получились мы с татьяны не первый раз как я говорила работаем вместе то есть ее гардероб я знаю и вещи которые вы в гардеробе есть я тоже знаю мы докупили некоторое количество вещей смешали с тем что уже было добавили все и и вещи которые присутствовали уже в гардеробе и сейчас мы увидим какие образы мы составили друг с другом основа цветовая этой капсулы бежевые тона различные их оттенки с краплением различных зеленых оттенков потому что татьяна у нас татьяне очень идут такие оттенки у нее цвет глаз цвет кожи и цвет волос располагает к таким вот оттенком использование в своем гардеробе принты мы использовали различные принты один из заглавных принтов которые присутствуют это камуфляжный принт и мы помним что с камуфляжным принтом вообще сощается все что угодно но я хотела выдержать некоторую минималистичность в образах поэтому обычно мы начинаем принт с чем-то однотонным и два оттенка зеленых которые кстати можно носить вместе а можно по отдельности и мы посмотрим сегодня как это будет выглядеть и еще два принта это горошек это единственное кстати говоря платье сарафан которое мы в этой капсуле используем но естественно она может быть не одно несколько различных других и принт который уже влюбился очень многим это животный принт под змею змеиный принт итак эта капсула будет состоять из 18 универсальных вещей давайте посмотрим что это за вещи итак номер один это куртка косуха черного цвета у вас она может быть любого другого цвета рубашка удлиненная рубашка пальто из шерсти куртка на флисовой основе то есть сверху флиска базовое пальто бежевого цвета кэмэл как вы хотите так и называйте номер пять это вельветовая рубашка молочного цвета которая заменит это весной и летом джинсовую куртку классный прием возьмите на заметку шестая вещь это базовая худи толстовка с капюшоном седьмая вещь это трикотажный джемпер на пуговицах восьмая вещь удлиненный жилет девятая вещь это толстовка белого цвета боди коричневого цвета и футболка с принтом вещь номер 12 это рубашка ментового цвета 13 это джемпер который увидели уже платье платье сарафан в горох еще один легкий джемпер с змеиным принтом на этом верха закончились теперь низы низы это три низа всего лишь 3 16 17 18 вещь кожаные брюки белые брюки и шорты кожаные шорты а теперь об аксессуарах по сумкам у нас три сумки основные которые 2 взаимозаменяемые потому что они по цвету друг друга друг другом перекликаются и одна такая ментоловая сумка которую мы купили как раз таки на вот последнюю нашу встречу это кожа зам но очень хорошего качества и обувь четыре пары мы сегодня будем использовать даже на еще одну которая надета на татьяне это такие классные ботинки туфли мужского мужском стиле кроссовки ботиночки для весенней погоды и еще одни принтованные сникерсы итак нас ждут 33 образа на каждый день поехали образы с шортами кожаными шортами кстати это могут быть бермуда потому что это сейчас ультра актуальная длина но у татьяны были именно такие шорты вниз мы их не покупали они уже были в гардеробе и с ними сейчас придумаем несколько образов первый образ идет с классным свитером принтованным и кстати вместо этой куртки верхней может быть пальто удлиненной таким образом вы закроете часть ноги если например вас это смущает второй образ мы меняем снимаем джемпер и надеваем футболку с удлиненной рубашкой и мне очень нравится как играют длины в этом образе обязательно подворачиваем рукава это я делаю настойчиво с каждым клиентом и в общем-то со своими образами тоже сумка усложняет образ и делает его более кежельным очень здорово играют объемы как раз таки удлиненной рубашки и добавляем еще один объем с помощью интересного красивого в цветах нашей нашей палитры шарф получается очень классный образ на каждый день еще следующий лук номер три мы делаем более весенним где кстати колготки можно было уже снять но мы не стали этого делать потому что это занимает достаточно времени и так жилет поверх футболки и образ получается легким весенним и при этом меру деловым и меру озорным и для того чтобы сделать его более теплым в какой-то момент и усложнить надеваем сверху кожную косуху и у нас перекличка идет двух разных фактур кожи и светлых оттенков как видите не имея большой палитры яркой в гардеробе вы можете при этом оставаться очень классной яркой и с интересным подходом к образу и еще три классных образа которые мы не стали мерить но я вам показываю как можно скомбинировать из тех вещей которые у нас есть с этими шортами берем на заметку а кстати я готовлю для вас инфобокс с теми вещами которые вы сегодня увидели в видео так что заглядывайте инфобокс там будет масса всего интересного и напоминаю о главном правиле интернет-шоппинга это подходить к вопросу выбора вещей осознанно то есть смотреть из чего состоит вещь то есть ее состав сколько она идет можно ли вас сделать возврат и так далее и обязательно помните о том как эту вещь вы будете сочетать в своем гардеробе так чтобы она билась со всеми вашими вещами которые вы собираетесь носить этой весной обязательно вспоминаем что есть вашем гардеробе и когда вы получаете уже посылку примерьте не поленитесь с обувью с теми вещами которые вы собираетесь носить в этом сезоне чтобы вещь у вас работала и отрабатывала ту сумму которую вы на нее потратили но еще один важный момент в осознанности это в экономии своих собственных денег на онлайн-шоппинге с помощью различных ресурсов например у меня стоят перманентно расширение по поиску промокодов и кэшбэк сервисы таким сервисом кстати для меня стал смартисел преимущества смартисел очевидны высокие ставки по кэшбэку смотрите сами в скольких магазинах какой процент можно выручить от покупки в нем минимальная сумма для снятия то есть вам практически не нужно ждать какого-то накопления чтобы вывести эти деньги то есть это мгновенная выплата с удобным способом пополнить свой мобильный или вывести на карту вашего банка и также начисляется кэшбэк в валюте вашей покупки что тоже очень удобно в общем я за умный подход и конечно же онлайн-шоппинг потому что не тратится свое время что самое главное здоровье потому что сейчас это очень актуальная тема появления в общественных местах особенно таких как торговые центры так что переходите по ссылке в описании к этому видео и делайте свой шоппинг не только осознанным но и выгодным со смартисел и давайте продолжим смотреть образы которые мы собрали с татьяной итак сейчас мы рассмотрим 11 луков представляете 11 образов с кожаными светло-коричневыми или бежевыми брюками первый образ с жилетом и с боди коричневого цвета на мой взгляд очень классно и лаконично и простое и в то же время не простецкое сочетание таня она безумно идет и я не знаю мне кажется это сочетание абсолютно маст хэв вот следующего сезона весна-лето сейчас делаем образ более кэжельным не меняем обувь хотя можно было бы заменить обувь на белые сникерсы или сникерсы со змеиным принтом о которых я начале говорила и показывала мы не поменяли их но вы соответственно можете взять на заметку что спортивная обувь обувь будет тоже здесь выглядеть круто и мы взяли вот эту ментолового цвета сумку и образ выглядит более свежо легко при этом очень кежель на просто не вычурную в общем на мой взгляд тоже очень лаконичное классное сочетание и девятый образ опять же с бежевыми брюками надеваем красивого цвета ментоловый я не знаю можете в комментариях написать как вам удобнее называть этот цвет он очень гармонично выглядит с коричневым оттенками коричневого цвета и шоколадным и более ореховым и бежевым как брюки в общем игра вот этих различных оттенков здорово перекликается между собой и создает не скучное и в то же время не вычурное сочетание та задача которая стояла передо мной в начале нашей работы с таней сверху можем надеть пальто которое у вас есть базовое и в поддержку рубашки сумку хотя она может быть тоже коричневые тут не обязательно подбирать тон в тон просто нам повезло мы сумели на шопинге найти одинакового практически цветом сумку и блузу либо меняем верх на укороченный жакет или косуху как здесь кстати жакет укороченный это тренд сезона и вместо косухи можно использовать именно укороченный жакет и опять же берем эту сумку или можно взять например черно-белую здесь будет все зависит от ваших предпочтений у нас получилось вот так очки добавляют еще больше большего шика в общем то не выглядит очень круто итак основа у нас остается прежней это кожаные брюки защипами и меня обувь на спортивные сникерсы они могут быть у вас более спортивной модели либо такие городские как у нас это эко я еще раз напоминаю сверху надеваем поверха боди смотрите как боди классно работает вот как первый слой он идеален в случае стоит в татьяне случае надевать можно все что угодно от простой рубашки до свитшота и все будет выглядеть окей добавляем сумку и в общем образ готов в сумке есть тоже белый цвет который прикликается со свитшотом свитшот кстати тоже необычный мне очень нравится его рукава и цвет что он не кипельно-белый а более молочного цвета он более комплиментарен и татьяне и вообще большинству девушек поэтому выбирайте не кипельно-белый кристально-белый а именно молочные оттенки кремовые оттенки утепляем образ за счет рубашки и ремня и у нас получается как будто такая портупея из ремня от сумки и ремня поверх рубашки очень классный такой акцент в стиле милитари и так следующим образом у меня топ с змеиным принтом добавляем черный цвет вместо коричневого и добавляем уже известную куртку утепленную сверху это флис внутри это стеганая основа получился тоже очень уютный простой но при этом интересный фактурный многофактурный образ что самое главное когда вы работаете с одним цветом в образе использовать разные фактуры и таким образом усложнять и делать образ более интересным меняем спортивную флизовую куртку на жилет и у нас получается более городской такой повседневный образ который отлично впишется в любую городскую среду в рабочий офис рабочие будни мне очень импонирует такого плана образом и еще один образ на основе кожаных брюк и боди добавлением известного вам защитного принта или милитари принта добавляем грубую обувь в комбат бутс так называемые и получаем очень классно расслабленные и при этом очень фактурные яркие и не но не вычурный не броский образ на каждый день и еще тройка образов которые мы не стали мерить но здесь наглядно видно как еще по-разному могут работать одни и те же вещи сочетание друг с другом и образовывать все новые новые классные вседневные образы для таня и так образы с белыми брюками поехали я думаю что многие из вас заметили что белый цвет в этом сезоне стал ну я не знаю самым наверное важным цветом цветом сезона хотя конечно понтон так не считает и бог с ним так вот следующие образы будут на основе этих белых брюк очень легко с ними сочетать точно так же как с черным цветом денимом с белым цветом можно сочетать любой цвет и будет прекрасно это все работать и белый цвет всегда будет и освежать и делать вас немного ярче поднимать ваш стиль на такой новый уровень несмотря на то что этот цвет возможно марки не знаю я призываю любить его и следующий образ мы просто меняем верха из предыдущих образов надеваем жилет с брюками либо джемпер на черт на коричневый боди у вас всегда будет интересный образ потому что лаконичность и простота отлично работает и выглядит очень стильно вот еще один образ где мы поменяли обувь и у нас обувь и джемпер собственно становится ключевыми моментами которые объединяет белый цвет брюк и вот эти принтованные элементы не слишком ярко но при этом очень дерзко выглядит в повседневной жизни и добавляем белую рубашку вельветовую которая будет у нас исполнять функцию джинсовой куртки следующий образ у нас total white образ такой лук где мы меняем вверх и сделаем его белым то есть надеваем свитшот с такими дизайнерскими рукавами надеваем спортивные обувь либо это могут быть белые сникерсы либо здесь как здесь такие городские кроссовки и собственно все добавляем сумку и вперед покорять сердца прохожих мне кажется что татьяна сама элегантность несмотря на спортивность всю спортивность этого образом и теперь представляю вашему вниманию еще три образа с белыми брюками то как можно сочетать уже известные вам элементы гардероба вместе с белым цветом на месте белого цвета могла бы быть например какая-нибудь юбка в бельевом стиле или как на мне сегодня юбка плессированная или гофре и было бы тоже очень здорово либо белые бермуды например или белые келоты то есть белый цвет он может быть абсолютно в разных проявлениях в разных фасонах итак теперь рассмотрим несколько образов с платьем комбинации из вискозы это натуральный смесовый материал добавляем к нему базовый свитшот к этому платью надеваем грубые ботинки могут быть тёрные или темные колготки можно без колготок в калифорнии не принято носить колготки ну как бы каждому свое естественно кто-то любит это нет накидываем на плечи рубашку шерстяную это которая выполняет роль верхней одежды и более феминная интерпретация свитшота и такой рабочей рубахи готов еще один образ опять же с этой замечательной не перестану ее хвалить жилеткой жилетку кстати вы не покупали в этот раз это уже существующая вещь мы покупали в какие-то другие наши разы шопились может быть год может два года назад и опять же вот делаем такую многослойность многоярусность которая служит очень классным стилистическим приемом меняем обувь в следующем образе лук номер 30 надеваем спортивную обувь сверху добавляем как будто джинсовую куртку но это рубашка вельветовая рубашка и можно почерпнуть талию ремнем и таким образом сделать более женственный образ хотя это не обязательно ремень можно надеть внутрь например либо вообще его не надевать тут все будет зависеть от ваших личных пропорций татьяна у татьяны прекрасная фигурка рюмочкой как я называю и поэтому ей конечно идет подчеркивать талию и еще три образа с платьем сочетать два брита сразу горох и камуфляж с кардиганом и опять же еще один образ с рубашкой и так это все что мы хотели сегодня вам показать естественно образов можно сложить очень много меняя между собой обувь сумки и и так далее это я для тебя общем-то говорю чтобы ты понимала и у тебя меньше вопросов было потому что капсульность гардероб заключается в том что все друг с другом сочетается и это в общем самое важное что нужно запомнить когда составляешь капсульный гардероб в общем мне кажется что у нас получилось и так огромное спасибо еще раз татьяне за то что она впустила вас и меня в свой дом взяла и показала в общем свой гардероб вот так вот отмечайте это лайком в комментариях и лайкайте в общем это видео делитесь им с теми к будет это полезно большое тебе спасибо сегодня 14 февраля кстати я тебя разница с праздником и в общем любите себя в первую очередь и тогда в общем любра полюбит вас тоже потому что без любви к себе ничего не получится в общем в этой жизни но но я с вами прощаюсь таня скажи что-нибудь напоследок ой анюта спасибо тебе помощи очень легко теперь собираться на работу иметь теперь есть другие цели на которые я могу обратить внимание потратить свое время это очень важно это очень важно это не думаешь об одежде а думать за тебя другой человек но при этом ты можешь сфокусироваться на чем-то другого очень точно спасибо ну все увидимся всем пока 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 кстати если вы хотите заказать мой капсульный гардероб то проходите по ссылке под этим видео и бронируйте себе капсулу на весну я с удовольствием ее сделаю по вашим параметрам запросу цветовой палитре бюджету и все вещи которые будут в этой капсуле вы сможете купить в своем регионе там где вы проживаете вперед ссылка под этим видео а а а а а а а а а